ну что ж всем привет помните вот эту мою посадку так наводись не на меня вот такой шикандрый шикандрый шикарный шикандрый манелиформа у меня есть такой красавчик у меня их два разных и у него тут новые ростики поперли я решила что не буду я его укладывать на зимний покой буду я его поливать тем более когда у меня растение на адаптации вот когда их только купила и я когда я их только купила они у меня первый год на адаптации я стараюсь особо их не морозить не сушить и дать им все-таки немножко такой light режим чтобы они обвыклись и не накрылись у меня и мне прям не горит вот увидеть цветение как это вот он же должен будет цвести я должен увидеть нет мне надо чтобы он у меня хорошо адаптировался поэтому первый год у меня все проходит в режиме light никаких там холодильников сушек сильных не будет и плюс конечно же я ориентируюсь на само растение так как она мне показала что она хочет расти я конечно же его ничем не мучила но у меня есть второй и помните у меня есть ролик и в описании в конце будет ссылка о том что я никогда больше не буду покупать листопадные дроби в об этом что у меня от них просто нервный срыв вот видите так ну давай не меня не меня показывает так на горшке фокус на горшке в общем лысый дендер и проблема в том что у него такие медовые полупрозрачные бульбочки были они есть и вот этот случай когда я сильно стрессую потому что мне кажется все он сдал у меня сдох и у меня всю зиму будет стоять вот это вот тело мертвое на подоконнике весной и в общем пойму что она померла и страдальческий выкину но в то же время я понимаю что все таки это листопадный дендер и да тут есть уже я смотрю подсохшие бульбы которым действительно кирдык но я себе на том что он листопадный юля ты к этому не привычно ты это не любишь но все-таки ты купила поэтому смирись и я вот там вижу есть два новых зеленых живых роста и вот у меня такое чувство что но это мой косяк что он все-таки хотел уйти на покой а я его попали мало лишний раз и от он полысел чтобы уйти на покой а потом из-за моих поливов вот он пробудил да там внизу него две почки и у тут чуть-чуть у него вверху тоже вижу проклюнулась ужас такой мелкий хоть лупу бери вот и но мне все таки кажется что ой там три роста листик уберем не листик прикрывает так не уберу надо брать пинцет чтобы все нет вытащила да там три новых роста я все-таки думаю все таки наверное пациент больше жив чем мертвец какие-то не тельцы вот ну что ж будем смотреть ну вот одна поставка один продавец один поставщик приехали одновременно но вот такое разное поведение хотя наверное мой косяк но я еще всегда хочу всем напомнить когда у вас так происходит не расстраивайтесь потому что растение как и люди все разные у всех как разный запас сил разное здоровье разные возможности и реагировать они тоже могут по-разному поэтому можем купить одинаковых пять и они все пять могут классно расти а могут каждый привести себя по-своему поверьте я частенько покупают дублей квест риса я как никто знаю как вот как это может быть по-разному а еще тоже был ролик я его найду и ссылку в описании оставлю а я брала одинаковые квест риса то есть у меня пять дублей от одного поставщика но разных продавцов и одному продавцу я дала шанс и купила у него второй раз этот же эквест рис но через время грубо говоря в следующую поставку чтобы ну уж точно проверить качество это же почему вы посмотрите стролик все увидите на самом деле очень часто многое зависит не только от поставщика но и от продавца и продавец частенько тоже может запороть растение вот поэтому не расстраивайтесь и давайте шанс растения покупайте второй раз 3 не ставьте крест вот пробуйте и не всегда все зависит от вас и не всегда даже если вы берете у шикарного поставщика вам придет шикарное растение и это может быть косяк продавца и в общем так далее так далее на этом все всем большое спасибо за просмотр о всем солнечный день пышных цветений у меня такое чувство что у меня камера опускается все ниже и ниже в процессе ролика и сейчас я поняла что это так а это у меня опять у меня камера стоит на подставке с подсветкой она у меня ломалась я об этом писала в своем инстаграм я ее немножко починила домашними методами и по моему моя починка дала трещину и да я начала снимать ролик и вот если я сейчас стану как я была в начале ролик уже не видно да она коренится надо что-то придумывать со своим светом снова ну что ж на этой не совсем радостной ноте будем прощаться огромнейшее спасибо за просмотр и заглядывайте в описании там много ссылочек заглядывайте там по ссылочкам вам будет интересно и очень удобно снимать всем солнечных дней пышных цветений не забывайте про лайки подписаться на канал всем пока пока